Общественные деятели, политики, чиновники, все родом из детства. У каждого за плечами школа, где только-только начиналась их карьера и учителя, которые наставляли и помогали сделать правильный жизненный выбор. Именно сегодня взлетевшие по карьерной лестнице хотят им сказать за это спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok На праздничный день она, отложив дела, спешит поздравить своего первого педагога и директора школы. Лариса Алексеевна, это вам, чтобы доставалось больше настроения, больше радости и чтобы этот день всегда был для нас священным. Валентина Дмитриевна уже отошла от педагогической практики. Теперь она хранитель школьного музея. С удовольствием показывает на фото, как Елена Юферова, тогда ее в школе знали как Леночку Зайцеву, ходила в пионерском галстуке и участвовала во всех конкурсах и фестивалях. Валентина Дмитриевна 56 лет воспитывала младшеклассников и каждому рассказывала, как благодарна судьбе, что стала учителем. У нас в школе был учитель Сергей Михайлович, по русскому языку учитель, и мы все были в него влюблены, все девчонки. И вот я считаю, что вот только вот его работа, его жизнь, указали мне дорожку, что я тоже должна быть учителем, наверное. И у меня, я считаю, что у меня получилось. Леночка Зайцева закончила школу, затем университет, и Елена Юферова вернулась работать в родную школу. Сначала учителем истории, потом замдиректора. Сейчас ее кабинет в администрации, но из родных пенатов она, кажется, не уходила. Когда я принимаю какое-то решение, я всегда представляю, как бы к моему выбору отнеслась моя учительница, мой директор. Их мнение для меня очень важно, и, наверное, те нравственные основы жизни в целом все-таки закладывает сегодня не только семья, но и учитель. Вместе со своим первым директором Ларисой Монакиной они ходят по школе и вспоминают, что сначала они были педагог и ученик, а потом коллеги. Лариса Алексеевна шутит, что рассказывать нужно вовсе не о их вкладе в формирование личности Елены Юферовой, а о ее участии в судьбе педагогов. Лариса Алексеевна и Валентина Дмитриевна считают главу управления образования своим учителем. Очень приятно, когда 1 сентября вспоминают об учителе, когда 8 марта при меня вспоминают об учителе. Что приятно, опять-таки, как правило, выпускники школы своих детей приводят в свою школу. Любовь Коломыкова Журналист, ведущая, певица-хореограф. С 2005 года активно занимается добровольческой деятельностью. Входила в состав Общественной палаты Ивановской области. Заведует отделом по связям с общественностью Центра культуры и отдыха Ивтекс. До апреля 2013 года являлась руководителем Левитан Пола в городе Плёс. Выпускница факультета хореографии Московского государственного университета культуры и искусства. Любовь Коломыкова в свой родной 22-й лицей приходит до сих пор. Именно здесь она впервые попробовала писать сценарии школьных праздников и здесь познакомилась с учительницей, которая помогла ей выбрать профессию. С 5-го класса по 11-й класса мне очень нравилось ходить в школу. У нас был очень дружный коллектив, хорошие учителя, большая такая бурная общественная деятельность внутри класса и внутри школы. Вот это она, любимая учительница Любови Коломыковой Марина Никодимовна Ефремова. Школьной практике отдала уже 32 года жизни. Ежедневно она приходит в школу, ведет уроки учеников 5-7 классов, проверяет тетради и думает о том, как воспитать в учениках грамотность и любовь к родной речи. Любу Марина Никодимовна приметила сразу. С того момента и до сих пор, рассказывает учительница, не перестает удивляться ее активной гражданской позиции. За годы практики педагог Ефремова воспитала много поколений. Успехам выпускников радуется, как своим. Мне приятно наблюдать за успехами своих бывших учеников. И я горжусь ими. И мне, конечно, хотелось бы верить, что хотя бы капелька моей заслуги как учителя есть в их успехах, творческих успехах. Хотя это, наверное, через что самонадеянно. Не самонадеянно, а заслуженно считает Любовь Калмыкова, приходя на уроки к любимой учительнице. Снова садится за парту, внимательно смотрит на доску и вспоминает, как было интересно. Урок снова ведет Марина Никодимовна. Такая же молодая и красивая. С 94 по 98 младший научный сотрудник отдела акушерства и гинекологии НИИ материнства и детства. С декабря 2009 года директор института. Автор более 200 научных трудов, включающих две монографии. Автор пяти патентов и шести методических рекомендаций. Обладатель почетной грамоты мэра города Иваново и благодарности губернатора области. А вот Анна Ивановна в день учителя не может поговорить с любимым педагогом. Ее наставник, учитель русского литературы в гимназии номер 32, умерла полтора года назад. Но Анна Ивановна продолжает с нежностью вспоминать уроки русского языка и литературы под руководством Татьяны Борисовны Петуховой. Это был удивительный человек. Я бы сказала, уже теперь с высоты своих лет. Это легенда нашей Ивановской, а может быть и всей отечественной педагогики. Легенда нашей словесности. И это пример неравнодушного, трепетного отношения к профессии, к коллегам, к детям. Татьяна Петухова в буквальном смысле создавала школу. За 20 лет под ее управлением здесь появилась пристройка, здание птицы значительно выросло. Затем школа стала английской, а потом приобрела статус гимназии. В этих стенах были воспитаны многие известные ивановцы. К работе в школе Татьяна Борисовна подходила ответственно и старалась внедрить в процесс обучения технологии, которые применяли в Ленинградском университете. В школе этот учитель русского литературы работала почти до 80 лет. Вся жизнь школы и все этапы связаны с ее именем. Она очень все время заботилась и об учителях, об учениках. Ведь раньше школа и булава одевала. Поэтому ее многие помнят. Анна Ивановна рассказывает, ей и золотой медалистке интересны были все предметы, но русская литература особенно. Именно их научила любить Татьяна Петухова. Анна Малышкина, политик и общественный деятель, считает, что гуманитарный багаж, полученный в этой школе, не растрачен ей до сих пор. День учителя День учителя – тема, о которой можно говорить бесконечно. Теплых слов и воспоминаний хватает у людей всех профессий, разных политических взглядов, пристрастий, людей всех возрастов и разного социального положения. Учителям благодарны без исключения все. Мне вспоминается моя учительница по литературе. Инна Михайловна Новосельская была. Она и сейчас работает в нашей школе. Она строгая была, строгая, внимательная. И меня любила. Меня называла ягодкой. Хороших детишек хотел бы пожелать учителям. Время сложное, дети сложные, родители тоже сложные, требовательные очень. Хочу поздравить с Днем Учителя всех учителей России, пожелать им терпения. Детям побольше уделять время физическим упражнениям, входить на физкультуру. Но, разумеется, и на все остальные предметы не меньше уделять внимания. И здоровье. С учителями, которых, к сожалению, остается с каждым годом все меньше, мы поддерживаем самые теплые отношения и постоянно практически общаемся. Хотелось бы сегодня поздравить людей этой благороднейшей профессии с наступающим праздником, пожелать им терпения, здоровья, счастья. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ